Мы, когда выходим на надзорные мероприятия в торговлю, мы отбираем продукт низшей ценовой политики. И вот о том я говорила, что 48 тысяч проб нами было проведено, это говорит о том, что мы, придя в торговую сеть, тот же Агропромпарк, мы отбираем продукцию по низкой ценовой политике. То есть мы ориентированы на потребителя, который не может позволить себе купить дорогой продукт. Мы не ориентируемся на дорогие продукты, это точно. Поэтому даже среди ценовой политики вот такой низкой мы говорим о том, что мы пока на сегодня не видим существенного ухудшения качества и безопасности пищевых продуктов. Вместе с тем я бы, наверное, дала совет читателям газеты, это при покупке молочных продуктов, они у нас все-таки в зоне риска по фальсификации, не покупать или опасаться покупать у мелких индивидуальных предпринимателей молочную продукцию в развес. Поскольку есть факты и есть такая, знаете, тенденция, когда индивидуальные предприниматели покупают молочную продукцию у производителя, к примеру, спред, но продают его на прилавке и выдают его за сливочное масло, поскольку он не имеет потребительской упаковки, имеется в виду, как вот если пачку масла купить. Понятно, да? То есть вот эти риски есть. Поэтому я бы посоветовала, конечно, если покупать сыр, масло, сметану, то потребовать у продавца, во-первых, товаросопроводительные документы, документы, подтверждающие качество и безопасность, посмотреть внимательно этикетку, именно если это большая головка сыра, посмотреть, не написан ли там сырный продукт. Когда мы начинаем проводить расследование, да, то мы видим, что на этикетке написан сырный продукт, вместе с тем на чеке мы видим, что написан сыр. Поэтому вот самим потребителям быть более внимательными. Продолжение следует...